Всем привет! Сегодня приготовим вкусный открытый пирог с капустой. Кстати, в славянской традиции пироги с капустой издревле готовили на день осеннего равноденствия, когда очень хотели улучшить свое материальное благополучие. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло, любое у меня масло авокадо. Отправляем туда мелко нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь. Обжариваем до золотистого цвета. Мелко нарезанную капусту отправляем к морковке и луку. Розмарин, молотый мускат, паприка, соль и кориандр отправляются к овощам. Для солнечного золотистого цвета возьмем пол чайной ложки куркумы. Молотый перец по вкусу добавляем. Точное количество продуктов вы найдете в описании. Нальем немного воды, но проследите, чтобы вода выпарилась, иначе основа пирога размякнет. Начинка не должна быть очень мокрая. Накрываем крышкой и тушим до готовности. В самом конце добавляем немного свежей зелени. У меня укроп. Перемешиваем и оставляем остывать тесто. Мое самое любимое за 5 минут. 100 миллилитров теплой воды, 100 миллилитров растительного масла без запаха. Половина чайной ложки разрыхлителя и половина чайной ложки соли. Отправляем в блендер и взбиваем секунд 10. И затем сразу всыпаем всю муку. Конечно, и руками можно все это сделать, но в таком случае муку нужно будет добавлять частями. После блендера я немного вымешиваю тесто вручную, совсем недолго, буквально минуту. Затем формирую шар, как умею, и отправляю постоять под крышкой 10 минут на столе. Форму для выпечки, если она у вас не силиконовая, лучше смазать маслом. Раскатываем тесто в такой круг. Круг должен быть больше формы, ну, сантиметра на 3-4 точно, потому что мы будем формировать бортики. Толщина теста может быть любая, на ваше усмотрение, но, на мой взгляд, полсантиметра это оптимальная толщина для такого пирога. Вот так с помощью скалки переносим тесто в форму, формируем бортики, а лишнее отрезаем. Бока пирога прокалываем вилкой. И еще один лайфхак для увкуснения этого чудесного, замечательного пирога. Смажьте основу томатной пастой. А, и проколоть вилкой обязательно основу. Выкладываем начинку и отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Вы уж ориентируйтесь по вашей духовке. Пирог готов. Его можно украсить зеленью или посыпать кунжутом обжаренным. Этот пирог получается вкусным, ароматным, таким осенним, очень уместным на праздник осеннего равноденствия. Наши предки знали толк в вкусных капустных пирогах. Я надеюсь, вы приготовите такой пирог и напишите мне о своих прекрасных результатах. Я желаю вам праздничного настроения, прекрасной осени, чтобы все ваши мечты сбывались. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии и почаще заходить в гости. Всем пока!